От старой котельной остались практически только стены. За месяц подрядчики демонтировали два старых котла и все котельное вспомогательное оборудование, износ которого составлял 100%. Сегодня здесь ведется подготовительная работа для установки нового оборудования, которое будет абсолютно с нуля. Здесь идет монтаж металлоконструкции рамы. В следующей неделе начнется завоз блоков котла и начнется монтаж. Уже реальный монтаж, который будет показывать элементы котлов, которые будут постепенно расти. Кстати, начинка котельной заказывалась и разрабатывала специально для этого проекта. Здесь котлы особые, высокий температурно кипящий слой. Это котлы с хорошим КПД и у него нет капризов при сжигании углей ДР, которые на сегодняшний день есть некие проблемы, у этих котлов проблем нет. Работа идет по графику. Еженедельно на штабе подрядчики, коммунальщики, городские власти сверяют согласно протоколу объема выполненных работ. Сегодня в работе штаба принял участие исполняющий обязанности главы городского округа Константин Тихонов. Котельная была построена в 89-м году. У нее уже давно есть только срок эксплуатации, поэтому уже крайне необходимо было ее модернизировать, заменить котлы. Было предписание уже Ростехнадзора закрытия и прекращение эксплуатации. Еженедельно ведутся штабы, котельная работа проводится в соответствии с графиком. Конечно, есть неудобства для жителей. Мы понимаем прекрасно, что не можем в летний период подавать горячую воду, поэтому просьба огромная потерпеть, потому что это крайне необходимо, чтобы в зимний период пройти без происшествий и с теплом в домах. Котельная отапливает 30 многоквартирных домов. Объекты социального назначения, школы, детский сад, лыжную базу. По программе модернизации здесь будет заменено все оборудование. На эти цели из областного бюджета выделено порядка 28 миллионов рублей. И городские власти убеждены, что коммунальные аварии, перебои с теплом останутся в прошлом. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.